и снова здравствуйте всем привет итак давайте попробуем в этом ролике сделать значит тантера из тарзана тарзан уже есть значит джейн есть что там еще по тарзану по моему маловато вот именно слона надо еще пантеру ну может еще кого-то сделаю так погнали значит все по прежним роликом открываем куб вытягиваем куб edit make polymesh чтобы он стал активным shift левая кнопка мыши выравниваем наш куб теперь заходим делаем кубу dynamesh увеличение значит сетки тут сетка низкополигональная нам нужно сделать ее поплотнее 998 тысяч нормально все это перетягиваем транспозом значит вытягиваем сетка изменилась переделываем сетку ждем dynamesh так все нормально и теперь будем рисовать очень трудно найти референсы полностью значит с мультфильма я тут кое-какие скрины по поделал игрушек и набросок да ну давайте вот есть набросок попробуем с него наверное конечно вот тут не активно сейчас чем придумаем так уменьшаем подгоняем уменьшаем размер или давайте побольше чтобы вам было видно вот так поставим z английской отключаем глаз вы где он значит на наш куб ну а теперь control размер подгадываем кисти дров сайс и значит что будем делать сначала нам понадобится тело вот здесь вот как бы подгадать вот таким вот образом наверное а здесь у него живот грудак что-то наверное такое да пойдет будет больше частей думаю получится куда ему деваться так это будет первый значит первая заготовка теперь делаем дубликат control снимаем маску нам понадобится одним разом сделать значит одна нога будет значит здесь вот так раз потом так узкая широкая вторая нога следом делаем дубликат опять же control левая кнопка мыши снимаем маску понадобится нам немного уши делаем дубликат и делаем теперь control опять снимаем маску но здесь уже значит делаем самого персонажа пусть будет потолще ну где-то хобот так control альт давайте хобот прям до низа так вытянем так бивни я пока не делаю они в принципе не нужны единство что он может настроить как для первого раза вот целью мы погнали делаем он тролл шип z подключаем все это дело control и погнали вытягиваем это будет башка сильно широко не надо так теперь делаем дайна мэш смотрим чтобы он был включен теперь control маскируем вот это все делаем control w control с их левая кнопка мыши и модифика пользу дал хидом скрываем то что нам не понадобится так теперь на первый куб делаем control и делаем вытяжку пусть будет побольше так что тут опять отключен дайна мэш вот сразу отключил и он будет теперь отключен у всех дайна мэш дайна мэш делаем control control w транспорт отключаем чтоб не перекривило его ну и все в таком же духе только теперь придется заходить еще в дайна мэш только теперь придется заходить еще в дайна мэш так control и делаем дайна мэш control w control и вытяжку сразу сделаем так что это у нас все так это у нас уши так уши много нам не понадобится снимаем маску делаем опять же то же самое control shift левая кнопка мыши control выделяем ухо control w делаем как получился значит вот такая получилась заготовка теперь нам нужно все это от зеркали делаем значит делаем значит флур результат выбираем часть тела отводим на середину чтобы перекрестие было делаем мир потом это получается у нас ноги тоже ноги доводим до середины делаем мир вытягиваем сюда можно их через альт зажатый транспорт впереди немножко это делается с плюсом так следом альт голова голова поменьше ну и следом что это у нас ухо да ухо так а ухо мы сделаем потоньше выводим там потоньше альт наводим на середину транспорт и немножко перекрутим и перетащим так и как оно тут было как то так и было наверное вот где то тут так теперь что нам понадобится выбрать через альт тела замаскировать или лучше давайте control shift левая кнопка мыши попробуем отрезать и делаем мир так ну уже более похоже теперь по ногам так по заднице давайте тоже немножко срезочки поподелаем ctrl z не в ту сторону сможет куда смотрит черная полоска через альт транспорт выбираем одну ногу одну ногу маскируем ctrl и сочетание клавиш переводим вперед так так в принципе что если вот так вот чуть перекрутить то ненормально так получается где то такой гражданин так по лапам можно можно чуть-чуть перекрутить сделать мира по голове теперь транспорт нам нужно чтобы он был в нормальной позе так так ctrl и alt переводим транспорт на нос то зацепил не суть вопроса пойдет уберется так теперь ухо так а теперь значит идем выбираем кисточку нофта поладжи ставим x нитрию английская x так мы это сейчас доработаем вот этот хребет прям вот так вот сделаем так по шее в принципе тоже я буду все делать скульптур с альфа 6 как и раньше так значит все нормально единство что хобот сразу давайте немножко обрежем наверно и через alt выклышку делаем так 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 ну в принципе что наметка есть единица что нужно нужно немножко опустить ему грудак потом чтобы когда будет анимация вот этот локоть ввести в бок чтобы не доходил значит в тело так тут можно чуть-чуть значит на ляжку натянуть потом будет дорепливаться так что у нас по заду ну зад тоже можно немножко подтяжку сделать тогда у нас и с ногой будет подтяжка маскируем одну лапу чуть-чуть уменьшим чуть-чуть подтянем так ухо мира натяжечку в голову так ну и в принципе что в принципе еще бы ему ну вот ладно здесь уже потом отделим так теперь скрепляем все значит n панель а сохраню для вас вот этот файл будет потом в папке для скачивания в группе ВК вдруг кто-то захочет объединить все это дело и попробовать значит пролепить это canter так выбираем и делаем объединение маршдаун и оллай чтобы постоянно окне нажимать теперь нужно смотрите здесь разные полигруппы вот она вся стукенция да вот такие все обрезки разная сетка все это дело нужно объединить делаем что делаем дайна мэш склейку так все это дело склеилось смотрим опять же разные полигруппы control w делаем одну полигруппу можно еще дайна мэш сделать так все это можно чуть-чуть повыглаживать сильно увлекаться не надо делаем делаем мир смотрим что у нас получилось получилось пока красновастенько да ну ничего сейчас все будет замечательно так сохраняем все это дело экспорт пусть сохранение на рабочий стол ну и погнали теперь значит скульптис альфа шестую тут все уже можно будет там пролепить в принципе зебра и не понадобится только что если рот отдельно тут сделать уже отделить и и так слон у нас заброшен включаем симметрию и на вопрос почему именно все не делаешь в зебре да ну отвечу на это так потому что здесь мне очень нравится здесь хорошие кисточки хорошие настройки и в принципе вот этих кистей мне вот свыше головы хватает единство что вот если бы здесь можно было отрезать что-то переставлять были бы какие-то вот чуть-чуть дополнения саптулы это все в принципе была полноценная программа здесь есть текстурирование единство еще прозвёртку тут добавить чтобы после как ты все сделаешь сохранялась модель полностью как и в забраш и в блендере полностью с развертками и так далее так теперь значит клапан включаем горячая клавиша F но я горячими клавишами не пользуюсь то что мне нужна симметрия и вот сейчас все это дело будем опять выглаживать здесь тоже вот эти вот кисточки в забрас никак я с ними не подружусь потому что там все у них какие-то настройки все что-то там пробуют ну требуют что-то не так получается ну будем делать тут так тут главное не тянуть какие-то детали не любит этого дела эта программа зацепляет что-то так вот теперь выглаживаем вот эти задние лапы задницу хребтину стараемся хребет поменьше трогать и вот задние части чтобы у нас выдержать именно вот эти вот размеры значит самого персонажа округляем наши вот эти значит как их назвать культяпки немножко значит пройдемся по передней лопатке по кассеткам маленькая чтобы тут все прижималось выглаживалось чтобы мы сейчас могли начать лепить так хобот хоботом чтобы не переборщить ну и в принципе вот эти вот вот эти части чтобы все округлилось чтобы у нас не было потом заморочки тут чуть угол побольше можно делать и спину чуть-чуть так на укусину вот так так что у нас по сей я думаю что сей у него все-таки большеватая да это клавиша граб которая позволяет нам что-то утягивать что-то вытягивать так задница мы вытянем вот эту часть так эту хребтину чуть-чуть подальше и здесь по-моему у него как впадина яма да теперь попробуем с башкой разобраться по референсу так вот здесь у меня есть кое-какие наработки значит посмотрим как он попал буду копировать потому что ну с мультфильма можно было взять но там таких референсов вообще я не нашел так теперь значит убираем резкой значит намечаем уровень глаз и вот эти части кисточку поменьше модельку тут можно уводить вот таким образом сделаем и чайник чуть-чуть вытянем приподнимем так за ушами тут значит поменьше должно быть так уши корректируем значит вниз как крыло так вверх и серпантином так вот здесь конечно косяк зря я здесь все это дело объединил как бы не пришлось теперь значит все это дело отсоединять отрезать так тут еще получается складка выемка складка складку мы сделаем способом вытянем вперед и хватаном до выравниваем утром саем так теперь что еще середину тоже дотягиваем глаза выглаживаем ровненько чтобы было потом тут чтоб ровно так тут у нас значит уже тиска пойдет крепким ctrl z ctrl z поставим больший размер и значит с большим размером накидаем вот эти щеки так теперь будем рисовать кисточкой вот этой кризом который делает выемку тоже самое что можно делать значит кисточкой стандарт уменьшаем значит через глаза ставим кисточку drive и через alt давайте сделаем впадины для глаз то так как давай Так, немножко всё округляем, вот эту сапатку, где нос, чтобы он гладкий был. Он здесь, видите, увеличен в размере, но у меня слишком что-то он большеватый получился, так что мы немножко его оккультурим. Так, теперь что у нас от бивня отходит сопля и здесь, значит, шея. Шею будем клеем рисовать. Так, вот уже похоже. Теперь, здесь у него намечаем губу, рот. Клей можно отключить и накидать побольше массу. Придется нам всё равно это всё дело отделять потом в этом. Так, ну, пока получилось. Ладно. Так, всё это, значит, тоже выравниваем, улучшаем, утончаем, выглаживаем, добавляем, добавляем, добавляем ещё здесь вот так вот соплю. Топлю мы обрезаем, обрисовываем её, где она должна быть, намечаем её границы. Так, теперь рот немножко от щеки отобьём. Так, рот немножко уменьшен. Он нам такой большой не нужен. Так, уже похожу. Переключусь, значит, сразу пока увидел на хобот, выглажу его. Так, теперь нужно его немножко сделать вот таким вот образом. Вот, как квадрат. И через alt сделать выемку. Рисовать вот эту вот полоску. Вот что-то в таком духе. Так, теперь на граф переключаемся, и здесь бы его пуском сшить. Ну, вот как-то так-то. Теперь флатеном намечаем вот эту грань, где будет дивень. И вот так круговыми движениями всё это дело округляем. Теперь переключаемся на драйв и делаем выемку под хобот, под этот, под бивень. Чуть-чуть, здесь вот, значит, добавим кантик, чтобы он потом, как бы, нормальненько так смотрелся. Так, масло немножко докидаем. Теперь берем снизу, листочку делаем поменьше. Рисуем вот такую вот соплю. Потом рисуем соплю повыше. Ещё одну соплю. Теперь к рисам подводим границы вот эти. Так, вот здесь, наверное, маловато я добавил, но ничего, пойдёт. И теперь флатеном как бы это всё дело ведём к верхней части. Так, и ещё одну вкладку добавим здесь у мусора. К рисам, к рисам здесь сделаем прям потоньше. Вон. Ну, опять же, флатеном доработаем. Так, что у нас получается? У нас получается, видите, несостыковка с носовой вот этой частью. Делаем кисточку побольше и уводим её ещё вглубь. Так, она у нас получается очень тонкая. Значит, нам нужно глаза ещё поближе свистеть. Ну, как-то так-то. Так, вот. Нужно немножко тоже провыглаживать его. Шею делаем вот в этой части потоньше, которая идёт к гортани. Там, чтобы тонкая была. Да, так, с ухом я немножко тут косяка упорол. Ну, ничего. Попробуем его отделить резкой. Не очень, но что-то как-то. Так, теперь поднакидаем больше массы вот сюда. Так, на ухо. Здесь через альт сделаем подводку. Побольше кисточку. Так, ну, что-то в таком духе. Так, а вот округление, смотрите, как делать. Мы накидываем большую массу. Вот так. И теперь флатином, как бы это всё дело, округляем. Делаем потоньше сам край уха. И теперь драйвом проводим через альт вот эту вот впадину. Так, что там получается? Теперь доведём вот эту часть до верха. Ещё раз попробуем тут всё утоншить. Округлить. и под углом подтянуть. В принципе, что-то эдакое получилось. Так, разберёмся теперь с головой. вот с этим задней частью накидаем побольше массы и дооформим, значит, брови. Так, брови у него уходят вот на эту часть по кругу, по овалу. Ну, а теперь так, с кризом и потоньше сделаем переносицу. Так, низ, наверное, нужно чуть-чуть растянуть. Так, теперь вот в чём весь вопрос. Значит, вопрос теперь состоит в лапах. Сейчас я закину сюда скрин значит, вот этих лап. так. Так. попробуем вот эти вот плечевые ещё поставить поближе. вот так вот там скажем. Всё, теперь давайте делаем лапы. Сейчас я найду скрин. в целом. в целом. . Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот где-то такие у него лапы... Давайте все это дело сейчас наметим... Так... С двух сторон все это дело так прям округляем... Что тут у него... Добавляем внутреннюю часть... Так... Вот как-то так они должны выглядеть... Колени тоже вот эти части... Ну короче симметрию кое-какую придаем вот этому всему делу... Где-то что-то поднимаем... Где-то что-то подпускаем... Значит флаттеном... Так или как... Да... Флаттеном... Все это дело... Вот... Выгладим... Вот... Так по-моему даже сразу лучше получилось... Ну ничего... Сейчас мы это все делаем... Догладим... Флаттеном... Так... Получается у нас три пальца, да, рисуем, значит первый большой, ну и два поменьше. Теперь накидываем массу, значит, драйвом, так, кисточку побольше, так, это что-то далековато я куда-то, вот кунболю, так, выглаживаем полукругом, делаем меньшее расстояние, так, тут расстояние нормальное, теперь здесь тоже вспоминаем, и добавляем, значит, криза, криз, поэтому, так, и побольше, чтоб он резал. Перешив, переносится все здесь, левая кнопка мыши, и добавляем, значит, складку, складку каким можно образом добавлять, если сейчас уменьшить интенсивность и вверх вот так вот тоже нарисовать, вот, вот эти вот полоски, то смотрите, если мы будем сейчас рисовать драйвом, кисточку чуть поменьше, то она будет рисовать только по тем, значит, местам, где вот эти вот полосы. так, а здесь еще делаем чуть-чуть вытяжку вот этот коготь надо чуть-чуть покрасивее сделать оп ну и тут то же самое проделаем поменьше кисточку, интенсивность побольше так, рисуем первый коготь там побольше здесь вот что мне нравится скульптислое по шестой тут косяков, в принципе, наделать, но это вот если вы что-то ведете, вот там не туда, куда-то посыдни да ничего, вот продолжайте водить, и он будет как бы сам уже репить так, теперь проделаем то же самое, добавим массы массы задние это прям с вытяжкой лучше получились чем с накидом значит объема, да еще будем узнать так здесь тоже накидываем опять же повторяем прорисовку вот таких вот бугарков и рисуем оп так что еще не замечено было значит тут коленом получается вот это тоже тут какая-то шишка у него только наверно вот теперь с предплечьем я его чуть-чуть иду вперед и чуть-чуть подтяну вот здесь выглажу душу ему и наметить надо вот ракурсы у него плохие ну в смысле ракурсов нет, да побольше вырезаем здесь у него идет хребтина позвоночник вот можно вот так вот неровно так оп 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 как бы волной да там больше там меньше вот здесь уже оформилась вся эта штука ее теперь нужно кисточку поменьше и вот так вот все это дело выглядит так тут чуть уменьшим и по-моему у него так вот здесь должно как бы торчать а вот здесь как бы уходить вглубь и тогда нужно лапы чуть-чуть вести назад а колени чуть подставить он как бы вот такой должен наверное быть так есть такую ну потом кости я думаю мы его выровняем подставим так так вот здесь делаем побольше такую вытяжку чтобы потом можно было делать старик до стран краку здесь и не упал он все-таки должно подносом быть какая-то тоже губа пусть маленькая но все же здесь можно еще сделать впадину сделать окружность как бы тазовой кости вот этой и когда получится нужно треугольником вот так уводить живот у него грудина грудина вот так вот так вот так чуть-чуть выглаживаем намечаем ребра вроде бы как бы да здесь добавляем тоже массы все в том все выглаживаем добавляем таз таз кость прорисовываем вот эти колени таз и таз ну тут груди еще можно чуть прорисовать и так вот добавить тут как бы до оформить и вот сделать поровнее этот другим и теперь включаем клей и попробуем глазные яблоки немножко связать сделать более красивыми нижние веки как не веки а мешки тоже под глазами добавим были они там не были но все и вот эти части можно по до косину тоже повыравнивать и вы не 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 с носом немножко тоже поменяем сетку уплотним ее видите меняется уплотняется ну и через alt чуть побольше сделаем как бы ну но зрители как смотрим что у нас там по сетке добавлю немножко полигоназа внутреннюю часть я думаю тоже нужно сделать плоской в это в м в в в так отключаю варфрейм и смотрим теперь по голове давайте округлим ее об чуть-чуть можно на уши уйти здесь у меня тоже вот эту часть надо отбить выводить а ухо увести чуть-чуть так назад я думаю только эту часть вперед в принципе задние значит кто тут у него есть у него есть задние стяжки вот эти клей отключаем и как раз или это как бы складка наверно должна быть ну давайте складку добавим и кризом шифтом выглаживаем так вот здесь наверное она должна быть как бы попухлее да так вот как вот эту внутреннюю часть я думаю что она должна быть как бы вот этот локоть я думаю тоже нужно раз будет анимация я хочу чтобы он был как control z я хочу чтобы он выделялся и не прикасался к груди не чтобы кости когда будут вставляться чтобы это все и тут как бы наплывку так сделать так а здесь так вот здесь вот стыковка по одному здесь вот аж вот здесь должно это колено быть пополни передняя часть во тогда мы обрисовываем намечаем как бы кусть и тогда можно вот эти вот полоски поподел вот 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 Ну, здесь вот тоже что-то, наверное, попустнее надо сделать, да? И от шеи как-то увести вот это все дело. Ну и тут давайте тоже кризом попорежем колени. Спасибо. Так, здесь будет хвост, так, ну а тогда вот эту часть чуть-чуть вот так вот порежем и зашифтуем, чтобы она как бы углом была, да? И вот этот хвост так вот чуть-чуть вперед и чуть-чуть прижать или поквадратничать делать. Ну вот, в принципе, получился. Значит, его можно использовать как большого, это вот, как вот называть. Так, тараде. Так и чуть-чуть, если вот уши поменьше, тут смягчить, бивни убрать, то будет и на мелкого похож. Только размеры уменьшать и все. Так, сохраняем экспорт. Рекомендую сохранять по два файла, потому что бывает такая, бывало давно такая штука, что сохраняешь один файл, а он не видит его программы, не хочет загружать что-то, какая-то ошибка. Так, ну вот что-то в таком духе получилось. Так, теперь можно зайти куда? В блендер, а, пардоните, в блендер, в блендер рано, в ZBrush заходим и добавляем бивни и хвост. Так, итак, давайте сделаем теперь, что нам понадобится, бивни, да? Ну, давайте бивни. Так, бивни можно сделать. Давайте откроем новый Subtool, вот такой вот. Заходим, инициализм. И попробуем, как давно я тут не делал. Так, это толщина. Это значит, дивайды. Так. Тоже дивайды. Дивайды. Это значит, убирает эту штуку, приближает. О, вот она. Значит, уменьшаем стукенцу эту, и вот этой частью делаем потоньше. Добавляем теперь дивайдов, где они тут. О. Так, а это что у нас? Ну, поменьше, чтобы его не выкручивать, давайте вот так вот сделаем. Потом лучше выкинем. Так, и значит... потоньше, да? Так, так, так. Ну, в принципе, нормально. Вроде бы как, да? И теперь делаем append. Так, а где мы делаем append? Ну, давайте там make polymers. Находим нашего склана. Добавляем append. Добавляем bivin. Moff topology. Так, Ctrl Z. Переключаемся на bivin. Перекручиваем. 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 Уменьшаем. И вытягиваем, да? Так, ага. Так, и вот так. Через alt крутим нашу вот эту штукенцию. Transpose. И попробуем вперед вот так ее вытянуть. Так, подведем к нашему, значит, персонажу. Чуть-чуть перекрутим. Чуть-чуть перекрутим. Так, а вот эта часть толстая, да? Ну, и bivin на большой латый. Попробуем, значит, давайте обрезать где-то вот так, наверное. Вот. На персонажа Moff topology. Обод чуть-чуть приберем в серединке вот здесь. Так, теперь чуть-чуть, значит, доформим нашу вот эту часть под bivin. Вот, в принципе, длина, думаю, нормальная будет, да? Ну, и сделаем теперь геометрии модифитоползии мира LNBL. Так, и здесь такое делаем. Так, вот башка-то нормальная. Тело тоже по рефу, да? Ну, как бы это все дело подгадать. Давайте еще какой-нибудь референс, импорт. Так, вот так, да? Уменьшаем. Уменьшаем прозрачность. Уже отключаем глаз. Так, ну там у него нога. Так, давайте попробуем обыграть все это дело. Так. Так. Так, так, так. И попробуем Ctrl, Ctrl, Alt, немножко, значит, уменьшить башку. Ctrl, Z, Ctrl, I. И чуть-чуть ее вперед. Так, ну так, я думаю, наверное, больше он будет похож, да? И спину видно, и в принципе, думаю, ну да. Сделаем Dynamesh. Побольше полигонаж. Сейчас поменяем его сетку после скульпции с альфа шестой. Так, теперь. Подкорректируем, значит, наши дивные. НИРАДНТВЛ. 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 Как чуть-чуть ветру зацепило, значит, маска не дошла. Ничего, это дело, мы не можем. выгладим, сделаем гайномерс еще разок. Так, вынолаживаем шею. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, и теперь нужен хвост. Хвост сделаем, значит, с каких штук? Так, сначала давайте еще вот здесь вот ключицы поработаем, вот с этой частью. Х-симметрия. Так. 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 Так, ну вроде бы нормально, да? Так. Так. Хобот. Давайте обрежем ноги теперь. Вот так вот. Вот супровные были. Так. Так. Скинем хобот. Угу. Все. Находим кисточку. Кисточка будет у нас называться... Курв-тюб. Курв-тюб. Теперь выбираем... Так. Чтобы выбрать... Курв-тюб. Сделаем Ctrl-W, значит, одну полигруппу. Dynamesh сделаем. Кисточку поменьше. Вот так. Вытянем хвост. Нажмем на персонажа. Сделаем Ctrl-E, Ctrl-W. Так. Теперь сделаем сприт. Гроуд сприт. Разделим наши вот эти меши. Выбираем наш хвост. Выбираем кисточку MOF Topology. Подгоняем. Все это дело... Так. У нас оказывается она на симметрии стояла. Геометрия модификации Mira and Well не прокатывает, значит, нужно найти середину и сделать Mira and Well. Все. Хвост получился тоньше. Через Shift еще больше его выглаживаем, чтобы он тонкий стал. И нужно какую-нибудь импочку приделать. Ну, давайте Append. Вот этот выберем аппарат. Обрежем его с другой стороны. Сделаем ему скайл поменьше. Выведем его на хвост. И посмотрим сверху, как он тут у нас поместится. Так. Уберем. В принципе, что? Нормально. Только теперь можно немножко его через Alt. Так. Это значит, делаем он Dynamesh, чтобы полигонах стал больше. Ctrl D, Ctrl D. Ну и что-то такое. Этакое. Попомнем. Теперь сделаем Ctrl. Ctrl Z, Ctrl. Вот так вот в серединке. Делаем Ctrl E. Вытягиваем еще ее вперед. Делаем эскайл. Ctrl Z. Below. И делаем Dynamesh уже побольше полигонах. Так. Ну, в принципе, все. Нормально. Переключимся на хвост. Перешифт. Давайте его еще потом все сделаем вот в этой части. Опять на эту Pimple. Ну, а здесь уже дорежем. Как бы примитивно, но все-таки. Мофтоположень. Эксиметрия. Или там не такой был. Там, по-моему. Не, там не бан там был. По-моему. Туплю. Так. Можно и такой было оставить. Оставить. Вот какой-то такой, наверное. Он будет черный, наверное. Да. Вот так лучше будет. Так. Теперь находим цвет персонажу. импорт. Значит. давайте вот с этого цвета возьмем. Материал поставим прозрачный. переключимся на кисточку стандарт. Включим на покраску. Так. Что такое у нас? Наш. 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 Английская. Так. 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 Теперь цвет черный. Значит. Alt. Нажимаем на кисточку. на хвост это уже будет C будет красный хвост так следом выбираем цвет бивней это значит Z английская выбираем Alt бивней попробуем покрасить ну это получается все бивни белые, да, такие сероватые нормальные так что еще можно сделать а еще эти копыт так это цвет бивней значит C Alt приближаем и красим ногти это с футбол а и да , не Так, то же самое повторяем с задними лапами. Продолжение следует... Так, и осталась у нас начатуха. Продолжение следует... Так, вы видите, что рисует и с другой стороны, значит на кисточку нужно поставить автомаскинг, чтобы рисовала только с одной стороны полигона. Так, и как можно обыграть еще танка? Так, давайте вот выберем... Ну-ка, попробуем, что получится. Значит, С выглаживаем. И вот у нас появился еще один цвет. Давайте его выберем. Поставим поменьше вот этот вот промежуток. И вот так вот... Побольше, поменьше. И... Где-то ему вот... Затемним какие-то части. Вот допустим, можно взять вот так колени раз... И будет прорисована вот эта вся... Все морщинки. Ну, внутреннюю часть тоже можно вот раз потемнее сделать. Ну, вот что-то намазолить. Там за ушами. Ну, где-то по бивню пройти, конечно, тоже. Ну, как не по бивню, а по хоботу. И теперь С и уликвидируем вот этот... О, вот так будет лучше. Вот это то, что там напортачено. Так, С... Так, ну вот, в принципе, что... Получился неплохой такой тантер. Я вот не знаю, добавлять ему веки. В принципе, вот этими верхними он будет регулировать, да? Не надо тогда. Так, что у нас рот? Ну, рот у нас нормально. Все это где-то выгладим. Так, болтать персонаж будет. Горло пусть будет поглаже. Ну, в принципе, уши не пришлось отрезать. Зашибись. Так, попробуем его прям поярче сделать. У нее это многовато. Так, какой бы оттенок подобрать? Так, это на красный. Ну, пусть в нем будет три цвета, да? Что-то мне этот цвет вообще не нравится. Ну, значит, его и не надо. Так. Давайте добавим глаза. Append. Добавляем очи. Так. Сказки. Так. Папенд. Да ? Так. Делаем глазам, значит, Дайна Мэш побольше. Ctrl D, Ctrl D. Красим все это в белый цвет. Или давайте лучше в серый, как и глаза. Ну, как в Бивинде. Так. Теперь делаем Ctrl, переключаемся на кружок вот этот. Наводим на нашего персонажа, уменьшаем, подгоняем. Ctrl D. Закрашиваем все это в черный цвет. Теперь что делаем? Выбираем белый цвет. И делаем как раз, можно треугольнички, можно полукругом. Вот такую штуку. Снимаем маску. Ну, в принципе, неплохо. В принципе, неплохо. Наверное, нужно зрачки поменьше. Так. Так. Давайте опять. С. Закрасим. И еще раз. Ctrl. Только зрачки поменьше. Ctrl. И. Опять делаем черный цвет. Alt. Кисточку поменьше. Alt. Приближаем. Ставим белый цвет. И опять. Можно одну вот так поставить. Ладно. Пойдет. И делаем модифика позже mirror. Так. Вот не знаю, есть у него эти, как их называют. Брови вот эти вот. По-моему, нет. Вот так. Можно чуть-чуть добавить. Все прикольней будет. В этомном случае. В этом случае. Возвращаем надпись образом. Так, что еще хотелось бы сделать? Так, отключаем покраску персонажа и давайте ухо выгладим, для чего это делается, чтобы не испортить текстуру, когда вы его покрасили, вот теперь мы включаем, видите, все на месте, а так бы все расплылось. Так, а ну-ка, что еще? Может быть уши побольше мы сделаем? Вот. Ну, так будет поприкольнее. Ну, так будет поприкольнее. Ну, вот и все, значит, тантр готов. Теперь надо его развернуть полностью, клеить, развернуть и можно вставлять, значит, рик и делать с ним анимации. Давайте развернем, чтобы в одном ролике уже все было. Так, теперь файл я сохраняю, если кому-то пригодится этот файл. Сохранить. Теперь все объединяем. Ну, да, все, объединяем и будет шоколад. Опа, косяк, а вот глаза бы и не надо было. Так, потому что глазам будет другой. Ну, ничего, косяк мы этот исправим, значит, сделаем Ctrl-W. Теперь снимем. О, и попробуем разбить. Гроуп, сплит. Все. Отключаем видимость глаз. Ctrl-Shift, левая кнопка мыши. Выбираем нужную полигруппу, делаем Ctrl-W, объединяем все, делаем одну полигруппу всему слону и глаза отделяем, значит, сплит, гроуп, сплит. Так, глаза пока отключим. Теперь что делаем? Нам нужно объединить все вот эти, склеить части. Они вроде одна полигруппа, разная сетка, но части, вот видите, разная сетка, разная полигруппа. Короче, все это дело склеиваем. Есть такое дело, смотрим. Все, объединилось. Лям, сто, два миллиона. Теперь мы делаем дубликат. Дубликату ставим симметрию X, че русская, X английская. Симметрию заходим в геометрии, находим ZRMESH, ставим LEGATION. Понижаем прям по самое не могу. Смотрим, чтобы что получится. Ну, хотя бы нужно 10 тысяч полигонов. Хотя бы. Хорошо бы, конечно, и тысячи полторы и две, но это нужно ручной ретоп делать. Ручной ретопологией я не увлекаюсь, так сказать. Смотрим, что у нас получилось, чтобы он не был разваленный. Вот, посмотрите. После скульптиса альфа-шестой, гляньте, какая сеточка. Опа! Можно просто персонажа закидывать в скульптис альфа-шестой, лепить на трисах, потом после скульптиса делать вот эту сетку. Она выглядит вот таким вот образом. И гляньте, сеточка проходит там, где и надо. После альфа-шестой скульптис. Так. Теперь нужно добавить полигоназа. Ctrl-D, Ctrl-D, Ctrl-D. Ну, давайте побольше, да? И что нужно сделать? Сделать Project All с нижней раскрашенной модели, перенести все детали на верхнюю модель. Продолжение следует... Перенесли, отключаем нижнюю модель. Заходим в Z-плагины UV Master, World of Clones, Unwrap. Видите, 5000 полигонов. Это вообще лоняра-бомба. Так, теперь применяем копии. Копируем цвет. И значит, все это дело прилепляем к персонажу. Заходим как текстуры Map. Прикрепляем текстуры Map к персонажу. И убираем сетку на низкие полигоны, Dell Hidden. И экспортируем нашего персонажа в папку или на рабочий стол. Так, Ctrl-D я верну. Значит, Divide. И теперь можно сделать еще Normal Map. Заходим вниз, находим Normal Map. На первом подразделении делаем Normal Map. Делаем клон. И делаем, значит, экспорт PNG формат. Все это дело сделано. Остаются у нас теперь, что? Остаются у нас теперь глаза. Находим глаза. Отключаем персонажа. Смотрим, чтобы они не были слипшиеся. Потому что мы их потом не разделим. Отключаем Normal Map. Делаем им дубликат. На первой переключаемся. Находим геометрии. Делаем понижение ZRMesh. Так, Escape. А, все, симметрия, чтобы была включена. Чтобы каждому глазу делалась своя, ну, своя сетка. Одна тысяча на глаза. Смотрим сетку. Так, где у нас тут глазия? Нормальная сетка. Делаем им Ctrl D, Ctrl D. И делаем Projectile. Копируем детали, цвет, всю штуку. Теперь делаем World of Form. Unrep. Копи. Вот видите, мало полигонажа. Давайте все это дело назад. Так. UVMAP удалим, значит. А мы ее не применили еще нормально. Развертка не применена. Делаем еще Ctrl D, Ctrl D. И вот теперь попробуем сделать Projectile. Ну вот, уже получше. Так. Теперь делаем за плагины. World of Form. Unwrap. Copy. Past. Заходим в текстуры Map. Находим Polypaint. Находим геометрии на первый девайс. Delete. И экспортируем глаза. Глаза. Все. В принципе, нам больше здесь ничего не понадобится. Вот такой получился красавчик. Давайте я его за скриншотчу. И BPR-ку ему поставим. О! Вот так вообще хорошо. И скриншотом на главное. Так. Сохраняю все это дело. Вдруг кому-то пригодится. Это сейв будет. Файл значит. Развертка. Ну и давайте в Blender его соберем. И все. Рик. Надеюсь, я не буду. Наверное, не буду показывать. Потому что, ну, слона я уже Рик делал. Можем потом в анимации его потестить. Итак, Blender. Заходим. Import. Ops. Desktop. Стоп. Находим, где он тут. И теперь файл Import. Оп. Сразу импортируем глаза. Не двигаем. Ну, вот видите, как. Где. Где стоял. Значит, Transpose. Видите, вот посередине. Вот так он и сохранился. Transpose нужно ставить в ноги. И сохранять. Тогда он будет сохраняться именно, ну, правильно. И будет он вот так стоять. Так, геометрия. Так, что там 3D-курсору. Это Riding 3D-курсору. И глаза. Это Riding 3D-курсору. Не понимаю, почему ты тут. Что привязано. А выбираю из двоих. Все нормально. Все нормально. Так. И пониже. Теперь делаем персонажа, что правая кнопка Shader Smooth сглаживаем. И глаза тоже Shader Smooth сглаживаем. Подключаем наши текстурки. Стройка на нампаде. Все. Вот такой пацан получился. Всем пока. До свидания. Файл этот тоже будет в папке.